Доброе утро, с вами Тори-чан. Уже почти месяц прошел, как мы переехали в город Фукуока в новый дом, но мы все еще разбираем коробки, поэтому сегодня у нас не рум-тур, не смотрите, я еще не навела красоту. Сегодня у нас будет влог о нашем дне, о наших буднях, как же мы проводим наше время на новом месте. Кофе по утрам, это, конечно, неизменная рутина. Утром, первым делом, пока голова соображает, я занимаюсь работой на компьютере, как монтаж видео или работа с заказчиками интерьера. В этом месяце у меня довольно большая работа есть, поэтому видео будут реже, к сожалению. И изами работает с утра, шляпа эта, я дала ему померить мою шляпу для сауны, и он в ней так и сидит. Птическая. Первым делом пойду в магазин, куплю овощи, фрукты, хлеб, все необходимое для обеда, потому что у нас в холодильнике оказалось. Пустовато. Уже хурма начинает зреть на деревьях. Это чья-то хурма, срывать ее нельзя, но так аппетитно. У нас повсюду в нашем районе вот такие вот пальмы растут, это так по-южному. Вот такой магазин у нас недалеко от дома, довольно крупный спей-маркет. Уже осенние фрукты, хурма, разные виды цитрусов продаются. Для тех, кто спрашивал, цены в Ифу Кока не особо отличаются от цен в Сайтама, немного дешевле, чем в Токио, но опять же зависит от места. Одна огромная груша, 300 ем, яблоки. Каштаны в Японии осень популярно есть, их с рисом готовят, тушат, все такие уже почищенные. Уже готовые унигири продаются. Очень много готовой еды. Я хотела приготовить сегодня на обед сэндвичи с собой нам взять, поберить в парк, но здесь такая классная булочная, что я думаю, логичнее попить здесь, чем готовить. Самые разнообразные бургеры, сэндвичи. Вот это очень аппетитно, сэндвич с рыбкой. Мы сейчас идем в Парк пообедать. Идем в парк. Вот такой вот парк, он довольно больших размеров и прямо рядом с морем, поэтому здесь приятный ветерочек, из-за которого меня, может быть, иногда не слышно. Здесь вот такие места для барбекю, но нету гриля, ничего, мангала тоже нет. Нужно приносить свое... Очень много столов и скамеек. Быстрый обед. Булочка с рыбкой, булочка с сосиской. Салатик я приготовила с собой, яблоко и чай. Мне писали в комментариях, что вы как пенсионеры живете, что у вас за будни. Не знаю, мне нравится это, как-то идеально для меня. Главное, что изменилось с нашим переездом в Фукоука, это количество прогулок на природе, потому что парк и море в пешей доступности. А это именно то, чего нам не хватало в Сайтами. У нас уже середина сентября, даже конец сентября, и все еще цикады, как вы слышите, стрекочут, потому что очень тепло. Даже сегодня, хоть и прекрасная погода, сегодня 23 днем, завтра снова обещают 28, поэтому цикады остаются с нами. Это мы с Изами, по мнению некоторых моих подписчиков в комментариях. Я закончила часть работы, и теперь думаю привести в порядок наш сад, потому что у нас в Ноон Доме очень большой сад, очень много земли, но пока еще ничего нет, кроме растений, которые здесь были изначально, а также наши растения, что мы привезли с собой из Сайтама, но кроме этого ничего нет, только земля, поэтому я хочу купить растения, которые можно сюда высадить. Тут уже вот такая готовая грядка, даже не знаю, что сюда лучше подойдет, какие-то цветы или может быть овощи высадить. Я пришла в большой торговый и хозяйственный центр, здесь есть все, начиная от мебели и заканчивая растениями, как же сегодня солнечно, зачем я и пришла. Много разных видов травушек, это какая-то мята, розмарин, очень много видов мяты. А здесь это капуста, вот такая вот вырастет, красная капуста, цветная капуста, даже капуста айсберг есть. Лук и петрушка, это нам нужно. Клубника, очень много клубники продается, потому что в Японии сезон клубники не летом, а зимой, вот так вот, поэтому начинают ее высаживать сейчас. И, конечно же, декоративные растения и цветы. Еще один хоум-центр недалеко от нас. Здесь тоже так много растений. Просто рай для тех, кто любит растения. Вау. Тут тоже очень большой выбор цветов. Это такие осенние. Я хочу это все. Лимонная трава. Мы купили очень много пахнущих трав. Папуни-пуни-пуни. И иньей-суриянцы. Итак, это растения, которые мы купили. Высажу их в этой грядке. Это наш розмарин, который мы привезли с собой из Сайтама. Его тоже высажу. Что я не буду делать в этот раз, это высаживать деревья в землю, потому что мы их ели, выкопали в прошлый раз, когда вот эти вот деревья везли сюда. У них так корни разрастаются, но розмарин, у него корень довольно компактный, поэтому можно его еще раз сюда и сюда высадить в землю и при следующем переезде забрать с собой снова. Ну что ж, для начала вот так. Если вы подумали, что же она делает в белой футболке-то, то вы были правы. Я запачкалась в землю, поэтому переоделась в черную футболку. И сейчас будем готовить ужин. Наша морозилка полностью забита замороженным лососем. Помните, я рассказывала, что в Японии можно покупать еду, и эта сумма будет вычтена из ваших налогов. Вот мы купили 2 килограмма лосося, поэтому нужно будет его приготовить. Недавно мы купили вот такой вот электрический гриль. Хочу его опробовать. Попробуем? Попробуем. 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 Не, немного, этот шаг не интересует, но. Попробуем. Попробуем. Поехали! какая красота мне кажется она уже готова если что его можно есть как сашими но пахнет конечно в доме мы поужинали и так же сегодня у нас день сгораемого мусора теми дашки и и деми дашь и а то серка внимательные люди помнят что я рассказывала в японии обычно выбрасывает мусор рано утром до восьми утра но только в городе в колка мусор выбрасывают с вечера до 12 ночи что довольно удобно вот такой сегодня у нас был обычный будний день надеюсь вам понравился наш влог надеюсь что мы скоро сможем показать вам наш новый дом как мы его обустроили но нам нужно еще немного времени всем спасибо за просмотр видимся и все всем пока